Доброе утро, дорогие друзья! Наша тема сегодня взбудоражила прямо Свердловскую область, а тема такова Бытовые приборы, без которых вы не можете жить Ну, я думаю, что смс-сообщение уже есть, конечно Доброе утро! Чтобы оно было доброе, я не могу без любимого фена и чайника для ароматного кофе, написал нам Гуля Ну вот, видишь как? Друзья, у нас сегодня в гостях уникальные люди И мы начнем, наверное, с этого же вопроса, обращение к этим замечательным гостям Ну, например, я вам сразу буду представлять Наталья Мазжакова, директор Серовского театра драмы имени Антона Павловича Чехова И Петр Низлученко, главный режиссер и артист Серовского театра драмы имени Чехова Доброе утро! Доброе утро! Бытовые приборы, без которых вы не можете жить? В театре невозможно без бытовых приборов В любом гримерном цехе необходим фен, как минимум, плойка и тому подобное Но, если касаться быта, но в спектаклях мы тоже не можем обойтись без бытовых приборов Вот, например, в спектакле «Трамвай желания», который будет 21 октября На сцене театра «Кукол» У нас есть талисман свой Холодильник Холодильник? Холодильник, да Ну, дело же происходит в квартире Там есть бытовые приборы Телевизор, плита и холодильник Холодильник стоял у нас в театре для актеров Но режиссер его присмотрел, он импровизационно появился на сцене Теперь без этого холодильника никак спектакль не может состояться И самое главное, то, что на нем есть аппликация Антона Павловича Чехова И это очень важно, не дай бог изменить Ну, кстати, о «Трамвай желаний» Вы знаете, мы слышали про вообще революционность этого спектакля Мы слышали, что он номинируется еще и на «Золотую маску» Не только какой там был Новосибир «Новосибирский транзит» был фестиваль И на «Золотую маску» мы номинировали с трех номинаций Это, конечно, огромная для нас победа, несмотря на то, что мы не стали лауреатами Для Серова это впервые то, что театр был номинирован на высшую премию, театральную премию страны И очень почетно было находиться среди звезд московских и санкт-петербуржских В числе знаменитостей Серовский театр Город Серов теперь и про металлургический завод Знают не только в театральной среде, но и вообще в Москве В чем особенность этого спектакля? Особенность в соединении Брехтовской школы и Русского психологического театра И плюс еще рок-концерта Необычно Я, знаешь, вот сейчас вспоминаю Высоцкого Все мозги разбил на части, все извили и не заплел Отлично Что вы еще привезли в Екатеринбург? Мы привезли детские спектакли, пять спектаклей для детей и вот правое желание для взрослых зрителей Для больших Для больших, да Но мамочки могут прийти на него с ребятишками с полугода до трех лет И им расскажут про цвета с помощью радуги Каждый спектакль это удивительное действие, которое происходит не только на сцене, но и внутри Смотреть этот спектакль просто удовольствие Это счастье какое-то Он каждый раз разный, потому что дети разные, реагируют по-разному И изюминка в том, что мы, именно актеры, работают так в этом спектакле, что ребенку позволительно все Задача актера рассказать ему задуманную историю так, чтобы он не выполз и не стал мешать на сцене И в то же время увлечь его Это очень сложно с маленькими ребятишками Как же удается внимание ребенка полугодовалого держать какое-то время? Сколько вообще идет спектаклей? Спектакль идет 30 минут всего Ну вот поэтому, да А какие еще детские спектакли вы привезли? Оранжевый ежик, айболит, сказка о рыбаке и рыбке Детективные перекрестки, тоже такая музыкальная история по правилам ГИБДД для детей Что еще забыла? Все, и фантазия И фантазия, да Мы будем работать на трех площадках в Театре кукол Это и мамин зал, и малый зал, и большой зал Так что за 5 дней 18 спектаклей Так, напомните нашим зрителям, с какого по какое число Серовский театр здесь? С 19 октября по 23 октября, то есть со среды по воскресенье Не так много времени нужно успевать Нет, у нас уже еще есть время приобрести билеты на спектакль Но ни у Даши, ни у меня нет маленьких детей, поэтому, наверное, надо будет посоветовать всем соседям Посоветовать всем друзьям посмотреть вот эти великолепные работы Такие как «Доктор Айболит», «Оранжевый ежик», «Детектив на перекрестке», «Сказка о рыбаке и рыбке» Между прочим, сегодня, да, у нас в эфире будут разыграны билеты Да, комплект билетов на эти спектакли Поэтому зрители, мне кажется, обязательно поучаствуют в этом розыгрыше И пойдут, возьмут маленьких детей и пойдут к вам на спектакль Вот эти спектакли, которые мы только что видели, это уже для деток постарше Да Какой возраст, примерно? Пять плюс, то есть от пяти лет и на самом деле до бесконечности Потому что каждый взрослый остается ребенком в душе И взрослым тоже будет интересно Очень интересно, я вас уверяю Я очень люблю в Екатеринбурге на детские спектакли И ходить в спектакли, тюзы Ну, у вас довольно насыщенный репертуар, большая афиша, большой круг общения Есть ли вот такой круг интеллектуалов, театралов Северообласти? Да, конечно Мы, так как театр у нас без собственного здания 75 лет мы базируемся в здании Дворца культуры Метаургов Нам приходится очень много выезжать И гастроли, выездные спектакли, это нормальный ритм нашей жизни Очень много детей у нас уезжает из Серово учиться И остаются нашими поклонниками, нашими зрителями и в Екатеринбурге Поэтому милости просим и снова будем рады встрече Ну что ж, дорогие друзья Мы сегодня познакомились с уникальными людьми Это Наталья Мазжакова, директор Серовского театра драмы имени Антона Павла Чехова И главный режиссер и артист этого театра Петр Незлученко Спасибо вам огромное Дальнейших вам творческих, замечательных успехов, друзья Ждем вас на наших спектаклях Спасибо Спасибо большое за приглашение Ну что ж, сейчас мы прервемся на рекламу А сразу после продолжим читать ваши сообщения Тема эфира сегодня – бытовые приборы, без которых вы не можете жить Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Игорь Наталья Мазжакова Игорь Наталья Мазжакова Продолжение следует...